добрый вечер друзья я возвращаюсь с последнего трудового рабочего дня в 2015 году возвращаюсь домой сегодня 30 а завтра мы уже отправимся на дачу где у нас как тут по местному называют пижама партии значит такая неформальная не то что там раздеться надо до пижамы вот так вопрос типа если у меня нет пижамы нормально можно без пижамы имеется ввиду что так по простому по простому значит мы там соберемся и будем новогодничать для нас конечно основной праздник здесь продолжает основным праздником продолжает оставаться новый год мы как-то так не не привыкли сами отмечать рождество и как-то так советское время как-то мимо нас прошло а тут вроде тоже не не привилась мы конечно все праздники отмечаем так чисто по-американски какой праздник есть нам в радость там рождество так рождество там где-нибудь там китайский новый год нормально там с драконами народ бегает хорошо всем всем классно вот так что в этом смысле мы привычны но новый год для нас как бы главный такой праздник в году мы вчера были в сан-франциско те кто нас смотрит регулярно видели мой сюжет про болталки обо всем ки это когда вот мы едем туда потом мы подумали надо город показать там домики красивенькие старенькие новенькие вот мы заехали в русский магазин у нас есть сюжет на самом деле парочка сюжетов про этот русский магазин на улице герри бульвар в сан-франциско это магазин миши и ноны вот такой известный классический магазин который многие считают что это самый старый магазин русские в сан-франциско но это не совсем так вот там миша и нона об этом рассказывал но нам основу да и там очень очень интересный сюжет но сейчас они магазин этот продать и вот буквально еще несколько дней он закроется на три дня новые хозяева там что-то такое произведут перемены и вот мы как раз туда зашли вчера и там такое состояние знаете интересное когда полки так они снизу пустые товар так поднимают 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 на уровень глаз так знаете вот а новый товар не завозят вот новый товар они завезут видим по какой-то новые там концепции концепции вот за эти три дня а сейчас пока что распродается то что там есть и я честно говоря даже думал вот у нас хорошо идет тут клюквенная водочка но что-то не было в прошлый раз тоже не было но они меня вытащили откуда-то а сейчас я говорю так вытащите еще раз они говорят так нет же запасов мы же не закупаем такая вот интересная ситуация ну ладно и мы накупили накупили там на не хочу сумму называть много закупили еды как раз вот под этого пижама партии еду купили ностальгическую всем вам друзья понятную я даже и вот и перечислять не хочу вот все что вы подумали все там да когда мы только приехали я помню 25 лет назад вот мы на эту сумму что вчера потратили месяц туда жили втроем питались в смысле да а сейчас вот на одну пижам партии хорошо хорошо что так жизнь меняется в положительную сторону можно сказать год закончился мы завтра снимем со светланой какой-нибудь такой сюжетик специально чтобы поздравить с новым годом я не пытаюсь это сделать прямо сейчас а так просто рассуждаю о грядущем но вот потихонечку начинает приходить какое-то новогоднее настроение вот потихонечку это не не происходит за за месяц там за две недели а вот как-то вот при том что что-то происходит конечно и заранее но вот какое-то погружение в новый год она вдруг так вот налетает со всех сторон елочку мы запалили наверное уже неделю назад или может быть даже дней 10 и не помню нас стоит дома красивая белая такая снежная елочка и в офисе у нас тоже стоит у нас две даже елочки так но они небольшие скорее символические такие елочки для настроения и так вокруг там всяких картин которые на стенах висят там но не картины картины а так постеры такие красивые в рамах вот и мы вокруг них там и лампочки и дождик такой в общем нормально единственно что никого нету и как бы некому порадоваться ну я думаю можем подержать там это еще пару недель не обязательно сразу снимать такие дела кей разворот поворачиваем да я надеюсь что мы с нашими гостями снимем несколько сюжетов завтра там и в полночь и в общем я понимаю что у нас разница во времени некоторые и когда мы будем гулять новый год вы в это время уже будете отходить от встречи нового года между нами и москвой по моему 11 часов по московскому время соответственно там с украины я думаю ты чеснок там будет часов 9 10 ну ну и так далее в общем есть есть время отоспаться у вас а мы как раз только начнем вот входить во вкус купили мы шампанского советского прямо тогда советская полусладкая я так почувствовал что это будет правильный напиток ну и на местности у нас тут если бы это не было русский магазин вот это мы выкупили тут есть такой асти называется шампанское и поскольку это русский магазин там асти тоже было поэтому мы взяли одну бутылочку значит асти мускат такой розовый асти и взяли советская полусладкая любители так сказать вин могут нам сказать что надо брать сухое там полусухое полусладкая это вообще не шампанское это правда но а нам хотелось полусладкого так чтобы значит не выпендривать к сожалению надо сказать что с возрастом способность человека сожрать лишнего резко резко убывает сокращается то есть вот помнится в молодые годы можно было столько вумять а сейчас как-то уже как-то на них некуда ему что-ли двигаться даже не знаю не идет не идет помню какое-то время назад мы тогда сидели в офисе там что-то обсуждали вот употребление алкоголя и шла мимо софия то есть моя заместительница одесситка и я говорю вот такие вот мы тут спорим я говорю вот вот вы могли бы стакан водки выпить она так удивленно на меня смотрит и 1 я буду да так значит я сейчас напомнил эту историю она говорит эх миша говорит черт возьми да вот уже как-то не нет нет того настроения как-то вот она уходит поэтому мы друзья не можем сильно принести нанести ущерб здоровью так чуть-чуть чуть-чуть можем и у нас есть чем но способность вот к поглощению снижается если только внутривенно вводить так что есть положительные эффекты того что ты становишься старше вот ну что вам еще сказать еще я я не 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 желаю нового года потому что у нас все отдельно будете воздерживать пока пока светлана тоже хочет участвовать мне вот там человек видимо молодой очень двое в следующий раз когда будете ехать по городу где-нибудь еще что-то рассказывать выгод не берите с собой женщину это и вообще никого не берите потому что перебивает им мысль куда-то уводит 5 друзья надо надо себя заставить надо я 40 лет уже вот так живу вы думаете она когда ей было восемнадцать девятнадцать она меньше нет абсолютно что изменилось что я спокойнее к этому относится да но так что давайте мы будем спокойнее относиться но другое дело что знаете как если вот например рюмочку там пропустил например там действительно как-то настроение другое и может быть даже и не заметишь вот ну да в общем следующий раз может быть когда будете смотреть сюжет и чувствуете там женщина рядом значит рюмочку принял и все нормально вообще хуже нет когда вот пришел трезвым там все выпившие это трезвый пришел абсолютное выпадение из тканей ведь реальности пройти вот поэтому когда разговаривают там люди а рюмочку принял и все не за может еще чем-то можно так прийти в такое состояние медитации какой-нибудь хорошо единственно что конечно вот снежку бы может немножко день там насыпать даже не знаю где мы вчера поехали со светланой на юнион сквер юнион сквер это в сан-франциско такое место которое я бы сравнил вот с красной площадью в москве такое святое место короче и там ну там конечно пальмы там красиво все и там каток есть вот там залили каток ну искусственный конечно лед там сам бы он потаял на его снизу там охлаждают это вот эти пальмы там этот каток и там громадная елка стоит я не знаю где они такие большие елки нарезают но в общем живая елочка и вся она в шариках и там в серпантин и всяких очень очень красиво и мы поехали туда и что-то вдруг так оказалось что там со всех сторон эта площадь какая-то стройка там идет сейчас вообще всюду стройки идут я не знаю стало так выгодно что-нибудь перестраивать что много денег бросили в строительство тут всюду где не едешь как эта стройка ведется что неплохо на самом деле и вот приехали я из этих строек решил не останавливаться там и не снимать ничего потому что ну как-то снимать настройки не неприятно хоть там и елка посреди этой стройки стоит и каток посреди этой стройки стоит и все так очень странно новогодние выглядит я подумал что не буду мне мне эстетически на глаз это не не понравилось не не порадовало глаз думаю не буду вот мы туда наверно полчаса ехали по жутким пробкам через даунтаун где там на каждом светофоре там боже еще там тоже строят вот там мало то чтобы так не проедешь так там еще тоже строят какие-то люди в касках стоят что-то машут туда идешь сюда не идешь едешь не едешь не развернуться не не повернуться на просто ужас вот мы ехали ехали полчаса по даунтауну до этого места и поняли друзья что мы не будем снимать этот union square вот вы можете в google maps там побродить если хотите значит и уже оттуда поехали там прямая улица этот вот герри бульвар прямо юниан сквер идет значит в русский район там где магазины все как какие надо и вот мы там у ноны и миши на излете из каких владения закупились да вот я теперь думаю что там дальше будет в этом новом магазине говорят что купил его человек который владеет рестораном большим я не помню называли ресторан но вообще тут русских ресторанов мало очень как то так не знаю то ли вообще русских мало чтобы несколько ресторанов поддержать материально то ли они перестали кушать русское те что есть русская еда по американским понятиям каждый очень нездоровая я как-то был в беркли там есть меня дочь там училась и мы как-то зашли в русский ресторан и беркли называется петрушка вот представьте себе петрушка ничего русского в этом ресторане кроме названия петрушка и каких-то может быть досок раскрашенных по стенам не было но то есть некоторые вот блюда например носили русское название типа борщ но если бы вы этот борщ попробовали и вас бы еще не предупредили что это борщ вы бы никогда не догадались что это именно борщ и вот так было еще с несколькими блюдами которые вроде бы и назывались по-русски но узнать их было нельзя то есть оно как-то было стилизовано но сделано под аппетит американского человека который не станет живи есть там сильно жирного холестерольного там но вот такого поэтому значит так вот оно и получилось давайте знаете что сделаем у меня напротив дома англичане такую иллюминацию устроили соседи наши давайте я вот так вот развернусь и вот вам покажу эту иллюминацию вот а уже отсюда чтобы никого не обижать значит заеду задом на наш драйфлей я надеюсь что вам хорошо видно и получится что у нас реально новогодний сюжет с помощью друзья англичан англичан которые живут давно в америке и вот следует такой английской традиции можно сказать мне кажется что они не все еще засветили у них там было больше светящихся объектов в общем на этой радостной ноте высокой я с вами тогда расстаюсь до следующих сюжетов счастлива и Продолжение следует...